Привет дорогие друзья, с вами Юга и давненько мы с вами не виделись на просторах ютуба. А лето проходит и наступает осень, а это значит пора новых релизов. Но все новое это хорошо забытое старое и уже этой осенью, в начале сентября, в ближайших датах уже будет объявлено о старте серверов Ion Classic. В конце августа мы провели на сервере Ion Classic ZBT несколько дней, постримили, поиграли за Ильицев и Осмодиан, посмотрели кем лучше начать и стартануть, делали какие-то выводы и вот уже в сентябре я готовлюсь соответственно стартовать вместе со всеми. О больших подробностях вам расскажу не только я, но и ссылочка которая будет в описании. А давайте я вкратце напомню, почему стоит поиграть в Ion Classic и хотите ли вы это. Итак, воспользуюсь той самой подсказкой, которую я вам говорил и немножечко быстренько по ней пройдусь, что нам обещают на классических новых серверах, старых новых серверах, боже, как это правильно сказать, но не суть. Мы, естественно, будем покорять воздух, сражаться не только на земле, в небе, контраст миров, как раньше, только лучше, олдскульной механики, современный комфорт. Это интересный тезис, который мне больше всего хочется проверить и посмотреть, что он на себя будет представлять. Игра и без границ, получить дополнительный доступ к энергии сели. На вот этих двух пунктах я останавливаться не буду, все я расскажу, как, соответственно, на ту информацию, которую обладаем сейчас, что раньше как было лучше. Это значит, будут в игру внедрены механики, соответственно, которые облегчат игровой процесс. К сожалению, на ZBTA их нельзя было посмотреть по развитию персонажа, какие-то сезонные сервера и путь до эво, с которыми наградами обновляется новый сезон. И, к сожалению, в игре не будет у нас до первых парах маунтов. Многие говорят, что в Айоне абсолютно они не нужны, я с этим не согласился бы, на самом деле очень облегчает. И второй пункт, который, на самом деле, очень всех тоже интересует для меня, это энергия сели. Энергия сели, это премиум. Премиум будет стоить в игре 699 рублей, но давайте округлим до 700. Соответственно, этот премиум, который покупается раз в месяц, он идет на весь ваш аккаунт. И с ним, конечно же, без него, точнее, у вас будут ограничения, так или иначе. То есть вы можете в час всего лишь поиграть в день. И к чему это все? Вы скажете, наверное, что, ну, опять, конечно же, жадные дяди и тети хотят от нас денег. Но нет, в принципе, как я всегда говорил, премиум это вещь, которая абсолютно нужна всем играм, чтобы выживать. Если премиум сводится к тому, что он помогает игровому процессу, так или иначе, не принося дисбаланса, только облегчая прохождение в твоей игре, он стоит своих денег. Напоминаю, что 700 рублей за премиум это вполне себе адекватная цена на данный момент. Не все со мной согласятся, я понимаю, но это мое личное мнение. И вы, к сожалению, можете его оспаривать, можете нет, но я считаю, что это вполне себе нормально. По магазину тут тоже написали без подробностей, на ЗБТ его, к сожалению, не показали. Была очень странная акция, до 15 августа продавали набор с эксклюзивными крыльями и костюмом для России. Его почему-то закрыли, будут ли продавать его перед стартом, я не знаю, скорее всего, нет. Непонятно, почему вообще закрывали. Набор классный, выглядел очень даже забавно, за 3,5 тысяч он стоил. Там было 3 месяца премиума и куча эксклюзивных нишняков. Но в целом какие-то внешки для ускорения, для косметики, так или иначе, они будут. Это вкратце что будет. Теперь поговорим о планах и противостояниях. Сейчас, на самом деле, огромное количество ребят, которых, я знаю, идут за Асмодиан. Есть и огромное количество знакомых, идущих за Элисов. Я лично сам не определился. И поэтому хотелось бы, на самом деле, найти ребят, с кем бы можно было вместе поиграть. Так как у меня сейчас только, например, два человека, с которыми мы вместе. Мы вообще не определились ни за стороны, ни за клан, ни за гильдию. Поэтому, если есть интересное приложение, я тоже бы с удовольствием рассмотрел, с кем-то поиграть. Потому что Айон — это игра групп-контента. Я понимаю, что в 2023 году групповой контент — это уже нечто такое, что-то забытое. И, возможно, для кого-то вообще необычное. Кто-то будет играть в группе, собирать людей, ходить на рейды. Простите, в данжике, чтобы, соответственно, одеться, обуться. И было хорошо. Но это вот такая игра. Айон для меня всегда был интересной попыткой, первой попыткой, наверное, корейской индустрии подражать западное, сделать аналог World of Warcraft. Но, как говорится, со своими фишечками странными, опять же. Но вроде бы получилось. Вроде бы, судя по тому, как игру встретили за последние два года на старте карьеры Европы, я думаю, тенденция положительная. Для меня, как я уже много раз говорил, Айон — это очень значимая игра. Я в ней, как говорится, первая игра, в которой я начал MMORPG после армии. Очень много народа, с которым я познакомился здесь. Но это было очень-очень давно, это был в 2011 год. Есть кайф вспомнить, потому что как раз старт игры я как раз находился, я служил. Вот, я не попал на старт, уже гораздо позже пришел. Для меня это, по сути, как бы вот что-то новое, такое забытое, старое. Вот, поэтому... Стримы. Стримы по игре будут проходить довольно-таки часто. Просто я являюсь контент-мейкером игры, соответственно, я очень надеюсь, что будет какой-то инструмент для... Ну, помимо того, что будут розыгрыши, будут еще всякие, помимо ништяки, какие-то валюты. Я очень надеюсь, что будет какая-то возможность это подарить валюту зрителям, соответственно, чтобы привлечь вас, чтобы вы сидели и вместе со мной играли. В режиме радио это слушали, не отвлекались, просто кайфовали. И, естественно, если будут вопросики, мы вместе с вами будем гуглить их. Ну, что сейчас, вам стример все расскажет, блин, ну, ребят, ну, кто хотите... Ну, не в 2023 году, кто сейчас это все помнит. Шутка. Конечно же, подскажу. Но я тоже буду гуглить. Вот. Ну, в принципе, все. Я так очень кратенько записал, что я иду, ссылочка в описании. Буду рад вас видеть, соответственно, вместе со мной в пати. Сейчас, наверное, перед стартом еще поштудирую старые какие-нибудь гуиды, потому что все они ужасные. Да, на протяжении 5 дней за БТ мы пытались что-то найти адекватное. И вкратце, допустим, если я вот между тремя персонажами пока что разделяюсь. То есть это Сорсер, волшебник, и Чантор, это Чародей, и Хиллер. Я вот думаю, если он для групп-контента, если он для хорошего пати, я бы и Хиллера победил. Хочется, как говорится, групп-контента, но вот такого, как говорится, на своих условиях, на моем Хилле. В общем, вот. Если найду, обязательно с вами поделюсь. Будем создавать какой-то контент еще для Ютуба. Вот, собственно, все. Спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели, спасибо, что, как говорится, не убегаете, приходите на стримы, буду вас ждать. Ссылочка на стримы, ссылочка на игру, чтобы, соответственно, почитать более подробно. Здесь есть, в чем почитать, будет, как я сказал, в описании. С вами был Юга, до встречи, до связи, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok